так всем добрый день мы рассматривали Danfoss OZC Basic 6.1 ну и сделали некоторые выводы здесь мы немножко послесловия или по скриптум то есть когда рассматривали уже результаты сопоставления то обнаружилось что в этой программе не прилетает крыша тем самым неадекватно получается значение температуры на холодном чердаке но то есть сам ком выпустила обновление то есть вот 8 числа она прилетела декабря ну и в настоящее время то есть если мы зайдем на помещение то есть выберем чердак дальше импорт модели импортируем так ну и открываем подсобное помещение ну и как видим теперь у нас есть крыша которая не прилетала в предыдущей неисправленной версии данной программы но теперь когда это все устранили благодаря этому обновлению теперь можем сопоставить полученные результаты и так идем на итоги то есть либо непосредственно в меню либо нажимаем на иконку то есть ну и в результате у нас получились следующие значения так в подвале 6 градусов ну а минус 6 градусов а на чердаке получилось 15 градусов условно так открываем программу овентропа zc50 которая была у нас тестовая пример ну и видим соответствующее значение здесь у нас минус 8 градусов а здесь минус 21 градус но это обусловлено еще раз повторяю тем что в этом расчете мы длинные помещения брали немножко другие длинные 5 метров ну а в результате выполнение этой программы то есть когда мы очерчивали непосредственно ваши планы я уже показывал то есть надо было длинные то есть наружные стены смещать немножко выше чтобы результаты у нас приблизились к тем которые получили там то есть из-за того что вот эта длина не совпадает то есть так там брали 5 метров давайте на комнату такую зайдем то здесь площади немножко по-другому определялись потому что еще раз повторяю то есть размеры наружных стен нам было сместить относительно оси здесь вот они должны были быть чтобы у нас наружные стены взяло 5 метров ну и поима этого еще и перегородки чтобы нам получить непосредственно вот здесь вот 25 метров это я уже говорил и так далее но благодаря этой программе теперь таких ошибок называемых вадима проектировщиков уже отсутствует то есть когда у вас есть готовые планы вы можете соответственно нанести сюда и разместить все те необходимые ограждения которые у вас участвуют в расчетах то есть люди и сам кому поправили положение ну и теперь то есть мы можем дальше двигаться для того чтобы изучать следующую программу которая будет носить название DANTOS SO4.1 то есть ну а результаты расчета благополучно из этой программы перейдут в другую программу то есть как рассчитывать систему отопления в результате интеграции этих двух программ то есть ну и ждите следующие видео потому что смысла продолжать было не не было в результате того что здесь была ошибка не недочет программе то есть не переносили крышу то есть перенесла у нас только наружные стены ну и перекрытие между вторым этажом и чердаком ну и результат получился соответствующий сейчас все исправили можем двигаться дальше так всем спасибо за внимание ну и до дальнейших расчетов следующей программы до свидания